Охот-инспекторы смогут применять силу и стрелять, когда задерживают браконьеров, но только в определенной ситуации, когда иного выхода не остается. Привлекать к ответственности за незаконную охоту и нарушение правил охоты теперь можно будет по видеофиксации. Штрафы за нарушение правил охоты теперь возможно оплачивать со скидкой 50%, как и штрафы ГИБДД. Эти и многие другие поправки вступили в силу в феврале этого года. В этом выпуске прямо сейчас мы разберем каждую поправку. Спонсор новостей – магазин Трофеи. На 27-м километре МКАДа вы можете купить себе абсолютно все со скидкой 15% по промокоду ЛИГА. Одежда, товары для туризма, все для кемпинга, все для рыбалки, абсолютно все. Ну и, конечно, охотничий отдел. Скажите на кассе ЛИГА и получите скидку 15% на свой чек. Чтобы не потеряться и следить за свежими новостями, подпишитесь на нас в Телеграм-канале по этому QR-коду и по ссылке в описании. Также в Телеграм вы можете подписаться на группу магазина Трофеи, где каждую неделю за ваши фотографии разыгрываются призы и подарки. С трофеями, с охотой и рыбалкой. Стрелять или не стрелять – вот в чем вопрос. Гос. охот-инспекторам разрешили применять оружие против браконьеров. Такой закон вступил в силу с 3 февраля этого года. Раньше по закону об охоте при проверке помимо стандартных процедур охот-инспекторам можно было делать только две вещи. Изымать у браконьеров убитых животных оружие и транспортные средства и подавать против нарушителей иск о возмещении ущерба. Кроме того, было указано, что органы, занимающиеся госнадзором, могли приобретать оружие для своих сотрудников. Но правила его применения расписывали в подзаконных актах. В самом законе этих правил не было. Вступившие в силу поправки позволяют охотничьим инспекторам применять против браконьеров физическую силу, специальные средства и служебное оружие, либо свое оружие и пистолеты, разрешенные в качестве служебного. Делать это можно в соответствии с законом о ведомственной охране, который четко очертил случаи, когда инспектор вправе ударить нарушителя, надеть на него наручники и даже выстрелить в него. Наручники и побои сейчас нас не интересуют. Давайте разберем конкретно те случаи, когда госохотинспектор может применять огнестрельное оружие. А вот применять его он может исключительно только в качестве крайней меры и только в нескольких случаях. Например, выстрелить разрешено, если сотрудник застиг злоумышленников при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против личности или охраняемого объекта. Кстати, вот как раз добыча краснокнижного животного и перевозка его туши группой лиц по предварительному сговору как раз относится к подобным тяжким преступлениям. Также инспектор имеет право воспользоваться оружием, чтобы защитить себя и других людей или не дать отобрать у него оружие. При нападении на охраняемый объект инспектору также можно воспользоваться оружием. Я так думаю, что в этом случае будет подразумевать заказник или какое-то место, выделенное, где охота запрещена. Это возможно только в том случае, если преступников было несколько или они открыли огонь. Опять-таки, когда справиться другими способами невозможно. А стрелять вот по автомобилю или другому транспортному средству, чтобы остановить его, можно. Но только в том случае, если водитель создает угрозу для других людей и отказывается остановиться. Ну и стандартно, нельзя применять оружие против женщин, а также инвалидов и детей, если состояние их здоровья и возраст можно определить на глаз. Или они как личности известны инспектору. Исключением является тот случай, если они будут нападать на госохотинспектора группой. Тогда в этом случае можно по ним открыть огонь. Хотя я думаю, что это вообще маловероятно. Все это не значит, что бы ни говорили, что госохотинспектор теперь может шмалять направо и налево. Проще говоря, его действия по применению оружия тоже регламентированы. То же самое, что и при применении гражданского оружия, того же травмата. Вы все это прекрасно знаете. Стой, стрелять буду, предупредительный воздух. Ну а дальше все по схеме. Стой, стрелять буду. Это ты мне говоришь? А то кому же, не себе же. Закрепить такие полномочия инспектора в законе логичный и правильный шаг. Так как браконьеры практически всегда вооружены и хорошо оснащены технически. Отметил первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры большой любитель охоты Николай Валуев. Он напомнил, что еще в СССР егерям разрешалось использовать оружие и было четко оговорено, когда и при каких условиях они это могут делать. Люди, которые выполняют свой долг, не должны становиться заложниками ситуации, когда закон оборачивается против них. Отметил депутат. Но есть и вторая сторона медали. Ведь полномочия должны подразумевать и ответственность за свои действия. Так, по закону о ведомственной охране, который как раз подходит сюда, гражданин может обжаловать действия инспектора, если считают, что они были неправомерны и ущемили его права. Если инспектор превысил свои полномочия, его ждет уголовное дело. Осталось только проследить, насколько закон будет соблюдаться. Как утверждают чиновники, данная мера вынужденная. Ведь каждый год от рук баконьеров гибнут охоты инспекторы. По мнению Николая Валуева, нельзя ограничиваться только дополнительными полномочиями государственных инспекторов. Мало людей, которые идут в эту профессию. В том числе, потому что уровень их социальной защиты не соответствует уровню их риска. Поэтому, считая депутат, необходимо дать инспекторам государственные гарантии, аналогичные тем, которые предусмотрены для полицейских. Безусловно, большая тема для рассуждения. И многие сейчас скажут, что в лесу начнется беспредел. И госохотконтроль начнет стрелять во всех подряд. Но я думаю, этого не произойдет. По одной простой причине, что все-таки ответственность останется. Теперь возбудить дело по административному праву нарушения о незаконной охоте или нарушении правил охоты можно по видеофиксации. Я всегда с тобой беру видеокамеру. Например, вы приехали на охоту с друзьями. На следующий день открытие. Вы сидите у костра, пьете чай, ружья зачехлены. И тут мимо вас проходит человек с ружьем. Встает от вас в 100 метрах и начинает стрелять по любимым уткам. Хотя открытие только завтра утром. Вот тут самый правильный охотник теперь может подойти, заснять это все дело на видео, номер транспортного средства, лица браконьеров и отправить данное видео с указанием времени и места правонарушения прямо в департамент или в полицию, которая в итоге все равно все это спустит в департамент. Так называемый гражданский контроль. Ну что, комментаторы, наконец-то дождались. Надоели вам частники, которые лупят все подряд и когда хотят? В сроки или не в сроки? Берешь корзинку, монтируешь туда камеру и ходишь с умным видом собираешь грибы, фиксируя правонарушение. А потом сразу пишешь сообщение, прикладываешь видео и в госохот контроль на рассмотрение. А если знаешь, что местные прикормленные, то отправляй сразу в Москву, а вдруг кого накажут? Ну или какой-нибудь депутат, который всю жизнь мечтал отжать себе именно это охотничье хозяйство, будет признателен вам настолько, что на всю оставшуюся жизнь бесплатно разрешит вам охотиться в этом охотничьем хозяйстве. Ну, конечно, смеха ради. В общем, я считаю, что сильно ничего это не изменит, но крови попортит многим, особенно электронщикам на весенней охоте. Электрушники, а? И новость из разряда мертвому припарка. Административные штрафы за нарушение правил охоты можно теперь оплачивать со скидкой 50% в течение двух недель. Только вот большой радости от этого нет, так как минималка сейчас 500 рублей и 250 туда-сюда по году не делают, а вот за повторные нарушения вас в любом случае лишат оружия. Ну, хотя, может быть, в данной поправке и есть смысл сэкономить тысячу и другую, так как планируют увеличить штраф за нарушение правил охоты минимум в 4 раза. Какая новость вам понравилась больше всего? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поделитесь обязательно им со своими друзьями. Не забудьте поставить лайк и колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. Всем пока! Пока! Стрелять или не стрелять? Вот в чем вопрос. Гохо... Сука. Ссас. Стрелять или не стрелять? Вот в чём вопрос. ГОХА... Стрелять или не стрелять? Вот в чём вопрос. Стрелять или не стрелять? Вот в чём вопрос. Год охоты инспекции разрешили применять оружие против браконьеров. Такой закон вступил в силу 3 февраля этого года. Нормально? ГОТ ОХОТИНСПЕКТОРА? Да, понятно. Хорошо. ГОС, ГОС. ГОТ ОХОТИНСПЕКТОРАМ просто. Скажи ОХОТИНСПЕКТОРАМ. Да нет, ГОС. Именно ГОС. Стрелять или не стрелять, вот в чем вопрос. ГОС ОХОТИНСПЕКТОРАМ разрешили применять оружие против браконьеров. Такой закон вступил в силу 3 февраля этого года. Замечательно.